Друзья, всем привет! Сразу забегая вперед, скажу, что вебинар будет в записи. Как обычно, после его окончания, примерно часа через два, через три, то есть мы его выложим во всех официальных источниках. Так, ребят, всем огромный привет! Кто меня не знает, меня зовут Анатолий Разнюк, я являюсь SMM-менеджером проекта Acrona Open Network. И так случилось, что я всегда освещаю самые последние новости, знакомлю людей с какими-то новинками, в принципе, являюсь неким таким глашатаем проекта. Поэтому давайте я сегодня пробегусь по самым главным новостям. Мы обсудим все то, что сейчас готовится для вас. Я приготовил для вас очень много новинок, я думаю, что многим эта информация будет полезна. Мы сегодня разберем очень много интересных моментов, в том числе затронем тему нашего партнерского сервиса «Обменник». Я думаю, этим многим людям эта информация будет как-никак актуальна. Вот, ну, в принципе, ответим на ваши вопросы. Ребят, у нас сегодня среди участников есть специальный гость. Я очень хотел и наконец-то достучался, я рад, что меня ребята услышали. Сегодня в списке наших гостей вебинара присутствует представитель команды инженеров. Это непосредственно человек, который относится к команде разработки. Давайте поприветствуем его громкими десяточками, что мы рады ему тут все вместе, что мы рады и с удовольствием зададим ему интересующие вопросы. Вот, поэтому приветствую тебя, дорогой наш инженер. Вот, и так уж случилось, что, как вы, наверное, знаете, все вопросы мы задаем во вкладочку «Вопросы». Поэтому просьба в чате вопросов свои не задавать, то есть пишите сразу их во вкладку «Вопросы». И если у вас конкретно интересует вопрос непосредственно технического характера, я просто помню в прошлом вебинаре некоторые люди задавали, то есть такие узконаправленные вопросы по самой технологии, по блокчейну, по монете. Ребят, технические вопросы, пожалуйста, пишите. Уважаемый инженер, и дальше, естественно, ваш вопрос. Человек, он будет видеть такие сообщения и будет вам в чате на них отвечать. Ну, то есть во вкладочке «Вопросы». Поэтому давайте, в принципе, так и сделаем. Вот, Аон Дев, привет тебе тоже. Ну, ребят, давайте, в принципе, мы начинаем. Так, первое, что хотелось бы сказать, это, конечно, пройтись по самым актуальным новостям. Это наш Airdrop бонус. Кто помнит, на момент релиза программы «Akrona Investment», мы говорили о том, что люди получат два вида бонуса. Первый бонус – это 10% непосредственно при размещении монет на балансового кошелька. То есть, а второй бонус – Airdrop через 30 дней, с момента запуска самого блокчейна. Вот, поэтому, ребят, сегодня, точнее, на прошлой неделе, получается, во вторник, 4 июня, этот бонус всем был зачислен. И сейчас я объясню, как его зачисляли. То есть, все люди, абсолютно все участники «Akrona», у кого был положительный баланс, то есть, какое-то количество монет, все люди получили бонус в размере 5%. И всего, получается, было распределено 9899 монет. То есть, там, конечно, были еще дробные, ну, я уже не стал, как бы, считать, просто округлил. Поэтому, поздравляю всех партнеров, кто получил приличную прибавку, особенно люди, у которых на балансе было достаточно крупное количество монет. Я думаю, что они очень приятно удивлены, или будут приятно удивлены, когда посмотрят на свой баланс кошелька. Поэтому, еще раз поздравляю всех людей, кто получил данный бонус. Если люди, которые не успели пополнить свои балансы, если люди, которые только присматриваются к нашей сети, не, пожалуйста, расстраивайтесь. У нас еще будет огромное количество всяких бонусных мероприятий, и мы обязательно будем подобные акции в будущем проводить. То есть, это даже, как говорится, не обсуждается. Так, что еще хотел сказать. Так, ребят, хочу поздравить вас с тем, что мы, наконец-то, начинаем развивать свою экосистему. Потихоньку наши договоренности начинают реализовываться, и на данный момент у нас сейчас полноценно в экосистеме находятся два проекта, то есть партнерских. Первый – это всем известный BigSup. Я поздравляю ребят с успешным запуском. Если кто-то есть в чате, представитель этой компании, администрации или партнеры, очень круто проект стартанул. Мы все очень нереально просто довольны, то есть, насколько люди активно открылись этому проекту. Я еще раз поздравляю всех людей, кто для себя принял решение поучаствовать также и в BigSup. Ребята просто качают, просто нереально разрывают весь интернет, пишут огромное количество классного контента, снимают красочные ролики, сочные, яркие. Поэтому, ребят, ну просто молодцы. Вообще никаких даже, никаких комментариев тут больше не нужно. Вы просто реально огонь. Дальше, по сервису Local.Aon я сразу говорю, я чуть позже на вебинаре на нем остановлюсь, более детально расскажу. Но, в принципе, можно сказать, что сервис прошел уже все тестирования, и сейчас он готовится уже к полноценному запуску. Как вы знаете, сайт уже запущен. Вот, сейчас его, в принципе, обновят, и я думаю, что к заявленному сроку мы обязательно сможем им начать пользоваться. И я вас убеждаю о том, что это будет сервис просто бомба. Одним глазом видел, как это все работает, ну просто круто. То есть это будет очень удобно, быстро, и будет такой, скажем так, любимый вообще инструмент при работе с криптовалютой.Aon. И, ребята, как вы видите на экране, тут третий сервис со знаком вопроса. Я немножко забегу вперед. У нас уже, в принципе, сейчас идут договоренности еще по одному проекту, который также вступит в нашу экосистему. Я пока не буду ничего говорить по нему, что он из себя представляет, и как это все будет работать, потому что на данном этапе у нас сейчас идет еще диалог с партнерами. Но могу вам приоткрыть немножечко завесу тайны и сказать, что это будет очень классная программа, которая позволит вам зарабатывать очень классную, сочную, реферальную программу на самой монете. То есть это будет очень здорово. То есть люди, которые хотят, скажем так, вот те люди, которые хотели быстрых чеков, которые хотят здесь и сейчас, то есть которые, вот знаете, как ураганы, сетевики, которые просто хотят, вот дайте мне что-то раскачать, я просто все взорву. Вот это будет очень классная возможность. То есть продавать монеты, зарабатывать очень классную рефералку в виде не только монет ООН, а еще в виде реальных денег. То есть это быстрые чеки, это то, что в принципе многие люди не хотят. И то, что многих людей останавливает на данный момент, чтобы принять участие в самой сети, в развитии. Поэтому как только будет какая-то конкретика по данному проекту, я обязательно на ближайшем вебинаре с вами свяжусь и я вам все детально расскажу. Но, ребят, это будет очень круто. Мы развиваемся, мы растем, нас становится все больше, больше людей начинают узнавать о нашей монете. И я думаю, что со временем, может быть даже в ближайшие полгода, наших сервисов будет уже даже больше, чем 10. Десяток точно будет, потому что сейчас очень много, очень хороший интерес монете. Мы предоставляем очень классные многофункциональные модули, которые людям очень нравятся. То есть люди начинают присматриваться к Акрони, не только как к какому-то, скажем так, к инструменту инвестиции, а уже как к полноценному бизнес-проекту. Это очень здорово на самом деле. Поэтому информация будет, сразу мы поделимся со всеми партнерами. Дальше у нас по плану, ребят, выход на GitHub. То есть для тех людей, кто не в курсе, что такое GitHub, я попытаюсь без углубления, прямо в детали, объяснить буквально на пальцах. То есть GitHub, это получается веб-сервис и хостинг для хостинга IT-проектов. То есть это, скажем так, некая распределенная система контроля, которая дает возможность непосредственно разработчикам отслеживать изменения в файлах. То есть и работать совместно с другими разработчиками, ну, естественно, в разных проектах. То есть выход на GitHub, это, скажем так, неотъемлемая часть, постепенная часть, неотъемлемая, для последующего выхода на биржи. Потому что кто в теме, кто знает, если монета не выложена на GitHub, то есть если код он не публичный, никакая биржа даже не будет рассматривать, там никто даже с вами говорить не будет. Потому что GitHub, это, ну, скажем так, это необходимо. Это показатель прозрачности самого проекта, показатель публичности кода, что никаких нету манипуляций там под капотом, как я люблю выражаться. Ну, то есть все прозрачно, все справедливо, и, в принципе, это главная задача. Вот, поэтому я думаю, что мы до конца июня, в принципе, справимся. Это уже утвержденная информация от команды разработчиков, и, опять же, публикуем это, конечно же, во всех источниках. Дальше, перед этим слайдом, я, честно говорю, у меня один слайд тут не прогрузился, почему-то я не могу понять, ну, ладно, может, случайно удалил его. Ребят, по бонусной программе тоже хочу пару слов сказать. Хочу поблагодарить всех людей, которые приняли участие в бонусной программе, которые получили монетки и окроны на свои кошельки для тех, кто не в курсе, для тех, кто хочет бесплатно получить монеты, обязательно знакомьте с этой программой. Я попрошу модераторов чата, скиньте, пожалуйста, ссылку на саму бонусную программу, чтобы, может быть, люди, кто в чате смогли с ней ознакомиться, если кто-то сейчас не в курсе, о чем я говорю. То есть бонусная программа, она позволяет получать монеты за целевые действия. То есть это различные обзоры, статьи, публикации, репосты. То есть это очень большой список задач, в принципе, которые не требуют каких-то знаний, поэтому знакомьтесь и зарабатывайте свои окроны. Вот. По бонусной программе у нас только за неделю получается более, по-моему, да, 145 окрон люди получили, партнеры за вот эти целевые действия. И те люди, которые хотели начать майнинг, но не могли, потому что не было возможности даже 10 окрон купить, эти люди сейчас очень оперативно, очень, в принципе, шустренько набили себе балансы монетами и сейчас полноценно принимают участие в майнинге. То есть те люди, которые говорят, что у меня не хватает денег, у меня нету там 10 окрон, ребят, это ваша возможность, пожалуйста, это все абсолютно бесплатно, набейте себе там за пару дней эти 10 окрон, то есть можете рассматривать это как такой некий кран, многие люди любят так называть, ну, в общем, пользуйтесь, это очень классная программа. То есть осталось достаточно много окрон, 1855, то есть пока эти монеты все не распределятся, бонусная программа будет по-прежнему действовать, поэтому еще раз повторю, у кого нет возможности или у каких-то, может быть, ваших партнеров нет возможности принять участие в окроне майнинг, вот вам прекрасная возможность в принципе это сделать. Ничего сложного, повторю, здесь нету. Пользуйтесь. Дальше, ребят, некоторые изменения у нас последуют в формате нашей работы и сейчас я о них поговорю. То есть это касается презентации. Мы, скажем так, очень детально изучили вообще наши официальные презентации, посещаемость, вообще сам трафик этих презентаций и пришли к такому, скажем так, выводу, что постоянно, скажем так, давать одну и ту же информацию регулярно три раза в неделю и, ну, люди просто, многие, может быть, от этого и устали и нет, скажем так, вот этого баланса в виде посещаемости и аудитории, то есть и самим спикерским составом. То есть это немножко про, скажем так, неравноценное распределение энергии. Поэтому я говорил об этом на прошлом вебинаре. Мы хотим автоматизировать в видеопрезентации иными словами, как это будет выглядеть. С 1 июля, вот буквально через, чуть больше, чем неделю, у нас официальные презентации от спикеров, они будут, скажем так, упразднены, их больше не будет. Вот, но взамен этим презентациям мы сделаем качественные промо-материалы под формат презентации. То есть я объясню еще раз в двух словах для тех, кто не был на прошлом вебинаре. Если у вас, грубо говоря, есть человек, которому интересна сама технология, которого заинтересовала монета Акрона, вот, и что вы обычно ему говорите? Ну, слушай, друг мой, вот, пожалуйста, будут презентации, посети презентацию, то есть если у тебя останутся вопросы, пожалуйста, я тебе после нее отвечу. Но презентации имеют такой достаточно длинный формат, то есть это минимум час, и, к сожалению, не все люди могут поприсутствовать на этой презентации, чтобы задать какие-то свои вопросы. Вот, для кого-то проблематично построиться по времени, у кого-то другой, возможно, часовой пояс, поэтому эта проблема решается очень быстро. Абсолютно полный дубликат презентации, это будет профессиональный ролик, анимационный, то есть анимация, там, видео, то есть он достаточно такой многофункциональный. Вот, и человек, он в течение максимум 20 минут, если он этот ролик посмотрит, он получит ту же информацию абсолютно один в один, какую он бы получил при посещении презентации спикерской, живой презентации. То есть, фактически, мы решили пожалеть наших спикеров, молодцов, которые тянули это время уже достаточно долгий срок, больше чем полгода проводят эти презентации, и мы решили это автоматизировать. Это очень удобно, и на самом деле сами в этом убедитесь. Вы просто скидываете человеку ссылку на презентацию, он в любом, в любое время, когда ему удобно открывает ссылку, знакомится там 15-20 минут с этим роликом, у него в принципе 90% понимания, как все работает, есть. Далее он вам задает какие-то, может быть, уточняющие вопросы, и в принципе можно сказать, что человек, он познакомился вот, собственно, с нашей окроной. Поэтому это очень удобно. В будущем такие видеоматериалы будут дополняться. сейчас мы запустим формат презентации, но в дальнейшем, конечно, будем еще добавлять такие вспомогательные ролики, чтобы вам было удобнее работать, чтобы все это дело вы могли просто поставить на автоматизацию, загрузить на свои страницы, на свои источники, YouTube-каналы, и в принципе настроить себе хороший трафик партнеров. Поэтому с 1 июля вот у нас такое нововведение будет. Опять же, во всех источниках, официальных, мы об этом еще раз сообщим. Ребят, еще раз очень большая просьба. Вот я специально подготовил этот слайд для вас. Смотрите, какая ситуация. Ну, как вы знаете, у нас произошел очень такой крупномасштабный ребрендинг, и мы отказались от нашего предыдущего формата по определенным причинам. Я не буду сейчас повторять это по новой, я просто, скажем так, попрошу вас оказать одну услугу. Если среди вас есть активные партнеры, у которых свои, может быть, каналы, свои какие-то источники личные. Ребят, партнеров очень сильно путает, которые слышат о Кроно Клаб, которые видят предыдущий логотип старый, их очень сильно смущает. Это создает просто огромный шквал ненужных вопросов, которые путают людей. Конечно, где-то, может быть, это наше недопущение, но не будем сейчас, как говорится, махать кулаками после драки. Я попрошу вас об одном. Если у кого-то загружены старые ролики, какие-то, может быть, промо-материалы на вашей странице, это касается не только Ютуба, это касается еще и шапки в соцсетях, обложки на ваших страницах в Фейсбуке, то есть, не важно, где. Пожалуйста, обновите и удалите старый логотип. Мы больше не Акрона Клаб, и никакого клуба больше нет. Да, это, как говорится, был некий трамплин, но сейчас это совершенно другая технология. Это полноценная криптовалюта. Поэтому я очень вас попрошу, поменяйте, пожалуйста, промо-материалы, то есть, на новый логотип. И заранее будем вам все очень признательны. Вот. А также будет сейчас заменены все материалы на сайтах. Где-то, может быть, местами что-то мы еще не поменяли, потому что все это дело было в разработке, но в ближайшее время все это будет полностью заменено. Поэтому еще раз повторю, пожалуйста, удалите старый логотип и поменяйте на новую стилистику. Это очень важно, чтобы партнеры ваши не путались. Дальше, ребят, мы пришли к очень важному слайду. Я хочу сейчас, чтобы все люди максимально просто вот внимательно меня послушали, потому что сейчас я буду говорить еще важную вещь. И понимание этой вещи, понимание той информации, которую я сейчас вам расскажу, от нее зависит напрямую то, как вы себя будете чувствовать в нашей сети. Комфортно зарабатывать или же некомфортно. Поэтому, пожалуйста, максимальное внимание тому, чему я сейчас буду говорить. Я, скажем так, рассматриваю вообще сам проект, любой проект, не важно, это Акрона или какой-то другой, на три, скажем так, таких фундаментальных части. Три пункта будем-то говорить. Первый пункт это рождение, второй пункт это становление и третий пункт это глобализация. Почему я поставил в таком порядке, я вам сейчас расскажу. У наших людей, очень многих, идет такое немножко ложное понимание самой технологии, люди хотят все и сразу. То есть, люди хотят, вот появилось все, релиз монеты, релиз блокчейна, все, вау, побежали зарабатывать, а где то, а где то, почему не того, почему не того, а почему там вы на биржу не залистились, а почему там, скажем так, в общем, задают очень много вопросов, скажем так, неуместных на данном этапе. Вот смотрите, ребят, первая стадия это идет рождение, в данном случае мы говорим о монете, то есть, это рождение самой технологии, это релиз монеты, то есть, мы сделали релиз монеты полтора месяца назад, мы очень быстро доработали какие-то, может быть, там были баги, ошибки, это совершенно нормальный процесс, то есть, для тестирования, сейчас этого всего нету, все, сейчас все работает достаточно стабильно, и каких-то существенных проблем ни у кого не возникает, но опять же, я сужу по обращениям в техподдержку, вот, поэтому рождение это первый этап, когда у монеты появляется небольшое комьюнити активных людей, да, это не тысячи человек активных, это не может такого быть, то есть, ни одна монета, даже самого топовая, там, ни биткоин, ни эфир, ни какие-то другие монеты, они не имели с самого начала такую огромную аудиторию, как сейчас, я думаю, ну, вы как взрослые люди со мной согласитесь, то есть, в принципе, элементарная логика, то есть, рождение, это тот этап, когда монета приобретает вот этот самый первый фундамент, это ее первые активные партнеры, группа энтузиастов, понимаешь, что только все начинается, самое интересное еще впереди, да, на этом этапе, конечно, нету какой-то глобальной ликвидности, я абсолютно с этим согласен, то есть, на этом этапе могут быть не все инструменты, это тоже нормально, но это и рождение, то есть, это ничего страшного здесь нету, вот, второй этап, это становление, то есть, становление, это когда монеты появляется уже стабильная аудитория, то есть, это такое некое уже более, более стабильное комьюнити, людей, которым эта монета интересна, то есть, ликвидность потихонечку начинает, скажем так, разрастаться, люди начинают монетой меняться, люди начинают ей пользоваться там на бирже, грубо говоря, там покупать, продавать, есть определенные инструменты, вспомогательные, там, тут те же самые обменники, чаты, какие-то, может быть, частные торговцы, вот так вот, этот второй этап становления, это уже, скажем так, такой некий подростковый формат, когда монета она уже родилась, она уже обрела какую-то популярность, вот, но нету самой вот этой изюминки глобальной, о которой пойдет речь в третьем пункте. Третий пункт это глобализация, это когда монете знают все, когда есть комьюнити не только, допустим, русскоязычные, но и какое-то западное, англоязычное, когда у монеты есть большая аудитория, когда вы можете без проблем, скажем так, реализовывать любые объемы монет по желанию, вам захотелось продать, не знаю, 5000 монет, пожалуйста, вы нашли определенную биржу или обменник и вы продаете эти 5000 монет, то есть у вас сразу покупают эти монеты, то есть на стадии глобализации у монеты появляется стабильный курс, она, скажем так, все, она устаканилась и начинает уже подключать к себе какие-то другие сообщества. На стадии глобализации монету используют сторонние разработчики, они начинают подключать какие-то свои сервисы, так же вот как биткоин, то есть есть множество проектов, которые работают на биткоине, но это же не значит, что эти проекты имеют какое-то отношение к самому биткоу, но просто они используют этот открытый код, чтобы реализовать какие-то свои вещи. Вот эта стадия глобализации, когда просто все отлично, и когда просто все, ну в общем, скажем так, финальная точка развития монеты, когда просто все хорошо, когда люди довольны и когда заработки уже идут совсем других сумм. и вот тут очень важно понимать одну вещь. Ребят, невозможно на стадии рождения, вот со стадии рождения, с первого пункта, невозможно перепрыгнуть и сразу на пункт глобализации. Вот вы должны это прекрасно понимать. Это развитие, которое, в принципе, проходили все топовые монеты, и не только монеты, но еще и токены. То есть нельзя просто появиться, появилась монета, и чтобы на второй день весь мир не узнал, все ее использовали, прямо вот кричали вам, это невозможно. То есть я говорю вам как человек, который напрямую контактирует с разработчиками, не только Акроны, но и с другими ребятами, которые, ну, толкают очень серьезные проекты. Вот, а посмотрите, что уж, если кто-то мне не верит, посмотрите вокруг просто, как развивались другие монеты. Вы, в принципе, сами убедитесь, то же самое, просто вот, ну, например, на других примерах. Поэтому глобализация в нашем случае, это будет, когда монета будет залезть на хотя бы там на трех, на четырех биржах крупных, это когда монета будет подкреплена технологией какой-то серьезной. Я сейчас не говорю про там постмайнинг или про какие-то партнерские проекты, я говорю сейчас про опять же глобальный уровень, ребят, когда у монеты аудитория, предположим, там в один миллион пользователей, там в два миллиона пользователей, может быть даже больше, то есть это совсем другой уровень, когда люди уже сами свои проекты пилят на монете, когда им вообще не интересуют никакие там вебинары, никакие проекты партнерские, они сами все делают. Вот это называется глобальный уровень. И вот большинство проектов, которые появляются в сети, они застревают на стадии становления, когда у монеты появляется какая-то маломальская аудитория, когда вроде бы все так, что-то там уже более-менее как бы устаканилось, но многие проекты на этом останавливаются. Все, они заработали денег, их люди там тоже заработали денег, комьюнити там постоянно эти монеты продает, покупает, вроде бы все хорошо, всем все нравится, но вот нету этой самой глобализации, и 99% проектов на этом застревают. У нас изначально, когда мы только начали писать первый наш роудмэп, у нас сразу же был заложен третий пункт глобализации. Мы прекрасно знали, что у нас ждет через год, через два, какие вещи мы будем подключать, куда вообще в принципе мы идем и что мы будем делать. То есть, эти пункты, о которых мы говорили с самого начала. И я еще раз повторю про то, о чем я начал говорить про экосистему, когда будет более 10 проектов, это уже будет чуть-чуть другой уровень. Когда у нас запустится наша разработка, на которой мы сейчас работаем, не скажу, что у нас началась разработка, мы пока что находимся на стадии концепции. Вот этот так называемый проект X, я сейчас не буду говорить, как он называется, вы скоро сами об этом все узнаете. Вот буквально вот-вот у нас начнут потихонечку даваться материалы по нему. То есть, это проект, который будет, скажем так, королем экосистемы. Это проект, в который заложено просто, ну, совершенно сумасшедшее количество денег, вот, который будет привлекать просто огромное количество пользователей. это совсем другая аудитория. Это не сетевики, это не какие-то там интернет-предприниматели, это не криптовалютчики. Это будет совершенно новая аудитория. Абсолютно аудитория другая. То есть, которая, ну, создаст очень большой спрос монете. То есть, любое действие, которое будет совершено в этом проекте, будет, скажем так, подрумизовать наличие именно монет окрона. Потому что проект, повторю еще раз, будет работать на окронах. И представьте себе, когда я уже об этом говорил, но вот еще раз повторю, когда приходит, скажем так, аудитория в 200 тысяч человек, которые начинают покупать монеты, которые начинают их передавать. Ребят, представьте себе это количество людей. Я вас уверяю, что когда у нас запустится этот проект, всех монет, которые сейчас находятся на ваших кошельках, которые вы хотите продать, их не хватит, чтобы перекрыть такой спрос. Поэтому я еще раз к чему это говорю, то что все делается последовательно. Нельзя просто с первой стадии рождения перепрыгнуть сразу на глобализацию. Это невозможно. То есть мы сейчас будем кристаллизировать комьюнити, отбирать активных партнеров, людям, которым это интересно, которые хотят развиваться, которые хотят подключать свои бизнесы к планете. То есть это люди, которые пришли сюда за деньгами. То есть не заработать 100 рублей и уйти там в какой-то хайп. А люди, которые хотят действительно развиваться. Поэтому всему свое время и все будет. Я еще раз вам объясняю и насчет ликвидности в том числе. Пусть никто из вас не беспокоится, вы сможете совершенно легко продавать свои монеты. Это ключевая задача создания спроса, над которой работаем всем мы. Абсолютно. Поэтому нельзя все сразу сделать. Не делайте все за один день. Просто поймите это. Я надеюсь на вашу адекватность, то что вы понимаете о чем я говорю. Все будет, но нужно просто-напросто немножко времени. То есть люди работают, люди выполняют свои задачи, потихоньку двигаются по дорожной карте. То есть все изначально как было задумано, все идет просто отлично. Поэтому не переживайте ни о чем. Москва не сразу строилась, как говорится. Дальше, ребят, по поводу Local.Aon тоже пожалуйста очень внимательно сейчас отнеситесь к тому, что я вам сейчас расскажу. К сожалению, я наблюдаю очень такую достаточно неприятную закономерность. Вот особенно это ощущается по чатам, какие вопросы задают люди в техподдержку. То есть у меня есть такое понимание, что у многих людей к счастью большинство уже конечно понимает, где оно находится. Но вот есть люди, которые просто не врубаются к день. Какие-то нелепые вопросы поступают в техподдержку. Люди в чате пишут какую-то ерунду. То есть вот сколько нужно времени, чтобы раз там не знаю в неделю три публикации прочитать. Ну максимум пять минут. Но люди этого не делают почему-то. И когда мне в чате говорили, что ну вы же типа как в магазине, вы должны людям в чате объяснять, а вы типа грузите их какими-то вебинарами непонятными. Ну ребят, если кому-то это не интересно вебинары, значит вот не интересно. Значит не приходите на вебинары и тогда и не пишите вот такие вопросы в чате. Честно, не следит никто за новостями. Многие люди вот есть такие. Думаю, что даже среди участников нынешнего вебинара есть вот если уж честно, многие наверное тоже имеют такой грешок. В чате проще написать, чем какой-то вебинар посмотреть или написать там не знаю и какой-то публикации знакомиться. Поэтому ребят, Local.OON у многих людей ассоциируется якобы это будет сервис, который будет автоматически скупать монеты. Вот я попрошу сейчас очень внимательно меня послушать. Нет такого, что разработчики или какие-то не знаю там какая-то команда покупает монеты, которые он создал. я серьезно говорю вам. зайдите элементарно на сайт bitcoin.org это сайт где выложен код биткоина то есть команда биткоин то есть это их главный сайт то есть это исходный материал вот именно самой криптовалюты но вы же не продаете эту криптовалюту биткоин вы же не продаете на этом сайте это абсурд ребят вы заходите в обменник вы заходите на биржу вы находите какого-то не знаю может быть продавца биткоина дилера есть и такие люди я сам иногда пользуюсь то есть ребята некоторые продают участники но вы же не продаете разработчиками почему вы считаете что local.aon это будет сервис где вы нажмете кнопку продать и где вам моментально обменяются те деньги которые вы хотите ребят это пи-ту-пи обменник это сервис для обмена между пользователем то есть я вам сейчас объясню как он работает вы на 100% поймете саму механику вы есть покупатель есть продавец то есть продавец выставляет заявку ордер так называемый будем говорить заявку чтобы было проще вот он указывает индивидуальные значения он указывает объем монет которые он хочет продать там не знаю 5 монет 10 100 1000 не важно он указывает платежную систему которую ему удобно получить взамен кому-то удобно яндекс деньги кому-то удобно вебмани кому-то удобно сбербанк то есть это разные системы local а он это обменник который поддерживает абсолютно все платежные системы которые предусмотрены по договоренности между продавцом и покупателем если продавцу удобно продать по американ эспресс а покупателю удобно купить через американ эспресс без проблем пожалуйста вы сможете продать любое количество монет какое пожелаете то есть через американ эспресс то же самое касается киви яндекс деньги перфект мани то есть ребят абсолютно все платежки то есть это инструмент и вот если вы обратили внимание предыдущий слайд когда я говорил насчет становления и глобализация вот когда мы перейдем стадию глобализации у нас уже должны находиться все вспомогательные сервисы все инструменты чтобы когда пришло большое комьюнити новых людей чтобы ни у кого не было проблем купить монеты и чтобы монеты не покупались через официальный сайт а покупались у других партнеров пожалуйста есть обменника который эту функцию выполняет то есть поймите правильно мы сейчас готовим инфраструктуру чтобы когда мы придем в третий пункт чтобы у нас уже все было готово чтобы люди могли продавать покупать любые объемы какие они пожелают нужным это очень важно понимать многие люди они когда слышат про обменник они боятся одной вещи о которой я сейчас расскажу якобы ну вот я выставлю монеты а у меня их никто не будет покупать и вот они эта заявка у меня будет висеть и вот будет висеть и я вот буду куковать то есть ребят а сейчас объясню вам поэтому тоже очень внимательно послушайте меня то есть на текущий момент я уверен на 100% что не будет таких быстрых операций ежесекундных как это задумывалось потому что гибкость самого сервиса почему почему вот я спрошу почему нас так долго наши партнеры его готовили этот сервис вроде бы обычная скажем так обменная площадка ничего сложного нет сервис он предусматривает очень большой объем сделок очень большое количество сделок очень большие объемы монеты очень большие суммы то есть различные платежные системы то есть чтобы к моменту когда будет большая аудитория люди могли и не писать в техподдержку а почему у меня там зависает сайт и почему там у меня долго идет моя транзакция вот поэтому сейчас это все дело дорабатывается и не нужно бояться что там кто-то у вас монеты не купит конечно если вы себе цену поднимите 10 долларов за продажу за крону конечно у вас никто не купит но это логично я допустим покупатель я прихожу на площадку я хочу купить 100 крон что я буду делать конечно я буду покупать те ордера которые мне предлагают наиболее удобную для меня цену это нормально так работают все обменники биржи но поймите правильно мы вас не бросаем не нужно бояться что эти монеты у вас там не знаю будут политься то есть постепенно проект он развивается мы создаем направление новое мы работаем над повышением спроса монеты то есть никто вас не бросает и не нужно бояться что кто-то у вас там не будет покупать ребят когда еще раз повторю запустится проект который мы сейчас работаем вы не будете успевать монеты майнить я вам совершенно серьезно говорю то есть зная какой объем работы будет и какой формат будет глобальный то есть ребят не сможете вы просто вот вас наманило 100 монет вы сразу продали все люди будут скупать друг у друга эти монеты чтобы как-то продавать поэтому сами можете представить какой будет рост монеты какой будет стабильный на нее спрос это то к чему мы идем поэтому еще раз повторю local а он это не обменник который автоматизированно покупает вот вы взрослые люди вы должны это понимать то есть это площадка для безопасного обмена между пользователями у нас были случаи когда уже мы фиксировали случаи когда люди друг друга кидали допустим в чате договаривались есть покупатель есть продавец вот он один говорит давай я у тебя куплю 100 крон вот высылает а мне не знаю на сбербанк то есть первый человек высылает деньги на сбербанк второй пропадает вот к сожалению никак это то есть local а он он будет выступать в роли гаранта в роли посредника то есть если вы воспользуетесь этим сервером этой площадкой то есть вы любые манипуляции любое вообще риск мошенничества это все будет исключено это не то что будет сведено к минимуму это будет просто исключено потому что сначала продавец отправляет свои кроны на сервер local а он другой человек отправляет деньги на вот верифицированный кошелек когда вот они деньги соединяются они просто уходят в разные стороны вот и все так же работает по такому же принципу работает площадка local bitcoin поэтому еще раз повторю то есть это площадка для пи-ту-пи обмена вот и я почему-то уверен что конечно когда она запустится возможно многие люди начнут там сбрасывать монеты по какой-то заниженной цене я уже об этом говорил на прошлом вебинаре не нужно этого бояться пусть люди сбрасывают умные люди они эти монеты купят то есть люди сбрасывали так же и биткоин так же и эфир то есть я сам в свое время чтобы далеко не ходить когда эфир поднялся с 8 долларов там до 15 я его продал за 15 я сбросил 58 эфиров ребят по 15 долларов он через максимум там 8-10 месяцев он уже стоил за 1000 долларов ну вот я так же сброс сбрасывал эфир ну вот что я могу сказать ну вот такие люди бывают которые спешат мне конечно нужны были тогда в тот момент очень как бы срочные деньги я не могу ну как бы я себя не оправдывал но тем не менее вот такое бывает я уверен что не только я один так вот скажем так поторопился поэтому пусть люди продают не переживайте люди умные не купят люди которые пришли сюда чтобы заработать 100 рублей как я вот говорил уже не раз пусть они продают окроны свои и идут дальше под своим хайпом пожалуйста то есть люди которые пришли сюда зарабатывать и которые знают над чем работает сейчас команда эти люди не переживают эти люди купят эти монеты я в этом убежден на 100% поэтому не нужно переживать по этому обменнику кстати еще есть один очень важный вопрос я передаю извинения от ребят за задержку этого сервиса меня попросили об этом сказать ребят вот он уже до конца фактически дотестировался ну то есть он уже прошел все тесты то есть сейчас ребята работают над финальной стадией то есть и поймите правильно это финансовая площадка но здесь не нужны спешки здесь нужно все тысячу раз проверить и тысячу раз протестировать вот поэтому я думаю что не смысл объяснять как это важно что потом ни у кого не возникли какие-то проблемы или какие-то баги поэтому было принято решение прогнать еще раз по кругу все тестирование чтобы уже окончательно убедиться что все сервис он готов и он можно им пользоваться то что сейчас открыта вот страница по этой ссылке local.aon.com ну фактически это такая некая заглушка можно так сказать то есть к публикации которые были выложены в официальном источнике вы видели скриншоты с этого сервиса когда он уже будет все готов рабочий то все будет там очень аккуратно очень классно и очень удобно поэтому абсолютно повторю любые платежки будут и без проблем можно будет им пользоваться то есть вы нашли какого-то покупателя вы спокойно можете чтобы не не было вот это там а давай ты первый нет давай ты нет ты меня обманешь давай ты слушай друг вот тебе ссылочка на заявку пожалуйста вот оплачивай ее посредник пожалуйста и все человек оплачивает заявку вы получаете фиатные деньги там либо криптовалюту другую другой человек покупает окроны то есть это очень важно поэтому до 25 июня если мне память изменяет сервис он будет полноценно готов то есть будет его релиз и можно будет им пользоваться то есть есть люди вот несколько скажем так кейсов которые я хочешь не хочешь как говорится наблюдаю вот нет нет в чатах вот я состою не только в официальном чате в многих чатах которые собирают активные партнеры ребят есть люди которые даже без обменника уже делают очень хорошие чеки то есть просто продавая кроны сами то есть для этого не нужно там быть каким то специалистами или там каким то продвинутым не знаю продавцом но люди просто пишут то чем они занимаются они пишут публикации они пишут материалы то есть они рассказывают то чем они занимаются и появляются клиенты покупают они монеты и люди уже продают их поэтому не нужно там не знаю кричать там быстрее бы этот обменник я говорю конечно хотелось бы как можно быстрее Ну, те, кто хочет, тот зарабатывает Я вот убеждаюсь в этом очередной раз Друзья, еще очень важный момент Так, давайте мы сделаем так Я вижу в чате тишина, только инженер отвечает Ребят, поставьте плюсики, пожалуйста, как меня слышно Слышно ли меня, потому что будет просто умора, если я сейчас сам болтаю сам собой Можете просто проплюсовать в чате? Отлично, спасибо большое, ребят Смотрите, нашим, скажем так, резидентам, техподдержке, может быть, представителям Задают очень часто одни и те же вопросы Мы собрали их в кучу, и я сейчас попытаюсь на некоторые из них ответить Это очень важные вопросы, которые дают вот это фундаментальное понимание самой технологии Вот смотрите, ребят Партнерская программа Это термин, который никого не смущает И многие люди говорят, а зачем мне нужна монета? Я пойду там, не знаю, в какой-то продуктовый, не знаю, там проект Или в какую-то, не знаю, там инвестиционную компанию Как бы я вот буду там зарабатывать на партнерке То есть, ребят, я хочу привести одну очень интересную аналогию Вы выбрали, предположим, какой-то проект, где вы начинаете развиваться В соответствии с маркетингом этого проекта Вы получаете, предположим, давайте представим себе 20% реферальных каких-то вознаграждений То есть, 80% они идут, распределяются там, допустим, по маркетингу Какая-то часть уходит на обслуживание самого сервиса, компании На зарплату сотрудникам, на, собственно, саму прибыль администрации Или там, не знаю, кому угодно Ну, то есть, вы получаете 20% То есть, это так работает все Допустим, в продуктовых компаниях вы получаете еще меньше процентов Вы получаете, по-моему, 5-6-7% Самый такой прям крутой оборот Вот По сути, у нас то же самое То есть, только у нас вы получаете 100% Абсолютно все средства от продажи монет вы получаете сами себе Если вы продали 100 монет, нашли покупателя Неважно, это обменник, это биржа или же вы Просто нашли, скажем так Нагнали трафик на свою страницу в соцсетях Это не важно сейчас Вы все деньги забираете себе Вы ничего не платите компании Никакие бонусы, никакие там, не знаю, вознаграждения Ну, за исключением, естественно, небольшой комиссии Ну, это, скажем так, которая заложена в самом блокчейне Но вы получаете 100% средств себе Никакая партнерская программа вам такого не даст И люди, которые начинают приводить просто сумасшедшие аргументы Якобы А вот в продуктовках мне говорят Что если нет физического продукта Значит, это какая-то пирамида Вот это вот меня убивает просто это возражение Ребят, вот эта старая школа Люди, которые продают шампуни, всякие, не знаю, масла для загара Конечно, они будут говорить своим подопечным такое Что где нету продукта, там все это финансовая пирамида Ребят, вот эти вот устаревшие наставники Если вы считаете, что в нашу эпоху, скажем так, информационной технологии Не бывает продуктов не физических Ну, я не знаю, значит, идите в продуктовку Продавайте мыло, продавайте шампуни Ребят, сейчас 90% самого крутого бизнеса, самого рентабельного Это IT продукты Посмотрите на приложения, посмотрите на софт, посмотрите на сервисы Я уже молчу про какие-то услуги То есть, ребят, приложение в WhatsApp Чтобы вы понимали В 2,5 раза больше по капитализации, чем концерн Porsche Которому, не знаю, там больше 100 лет уже Приложения Viber, еще если добавить, вместе с WhatsApp Они превышают капитализацию швейцарского банка Вы просто вдумайтесь в это Это набор просто цифрок на мониторе, на экране вашего телефона Это IT, здесь нету продукта Здесь есть определенные услуги, которые оказывают друг другу люди То есть, это в данном случае коммуникация Информационно-коммуникационной технологии Поэтому, если вы убеждены, что где нет физического продукта Это все пирамида, ну, ребят, значит У вас немножко неправильное, скажем так, понимание самой индустрии в целом Вы сейчас находитесь в тренде, ребят О котором 20 лет назад мечтали бы все То есть, никакие мавродии даже и думать об этом не могли Ребята, блокчейн-технология Это та, скажем так, махина, которая этот мир очень быстро изменит Которую уже применяют многие государства Я не буду сейчас говорить, что такое блокчейн Тут все люди, в принципе, прекрасно понимают, что это Я к чему вам говорю, ребят То, что вы находитесь в таком горячем тренде сейчас Что настолько большой целевой аудитории, горящей И нигде нету Люди, они эту информацию ищут Они открывают Google Зайдите на Google Посмотрите, какой поиск идет Слово криптовалюта Не знаю, там, биткоин Там сумасшедшие показатели Такого никогда не было Никогда, нигде То есть, вы фактически находитесь в самой гуще горячей аудитории Которая интересуется Расскажи мне, что это Я хочу об этом знать Но вот нету информации Не могу Я хочу найти себе наставника Ну и кто-то говорит, что еще не спрямо на это Что типа, если нет IT, значит физического продукта Значит это пирамида Ну это просто абсурд Поэтому принимайте решения самостоятельно Зарабатывать в партнерских программах Получать 10% и быть счастливыми И молиться на администрацию Чтобы не дай бог Там генеральный директор никуда не убежал И чтобы с компанией ничего не случилось Или взять готовую блокчейн-систему Которая будет работать Вообще независимо Пусть будет на улице гром, снег, конец света Это блокчейн То есть и зарабатывать настоящие реальные деньги Не зависеть ни от кого Вам ровным счетом не нужны никакие администраторы Ничего Вам нужно просто кошелек Чтобы развернуть полноценный бизнес Поэтому принимайте решения самостоятельно Я считаю, конечно, тут люди, которые пришли сюда за деньгами Они дадут предпочтение криптовалюте Дальше, ребят Отношение разработчиков к партнерам Многие люди, которые пишут негативные комментарии Постоянно, извините за выражение, гадят Постоянно оскорбляют разработчиков Которым все мало Почему этого нету? Вот вы такие плохие Вот вы такие сякие То есть эти люди, которые ведут себя так Не совсем корректно Мы проанализировали эти профили этих людей Вот, чтобы вы понимали У большинства таких людей На своих страницах даже нету ни одной публикации про Акрону Это вот якобы активный партнер Который там сумасшедшие вложения делают Как они говорят И более того Из этих людей практически все Они давно уже окупили все то, что они сюда в монету вложили То есть, иными словами Идет некое такое потребительское отношение к разработчикам То есть, ты мне должен Все Вот я такой красивый пришел к тебе Зарегистрировал кошелек Поэтому молись на меня Я тебя буду оскорблять Я тебя буду плевать на тебя Ты должен на меня молиться Ребят, тут такого нету Никто не будет никого оскорблять И никто никому не позволит у друга оскорблять Мы все цивилизованные люди Мы, скажем так, являемся частью демократичного общества Где нельзя просто так человеку сказать Там, ты сволочь Вот, ну, нельзя так просто Поэтому я очень удивляюсь Когда вот такие негативные комментарии спонтанно идут Кого-то не устраивает там сроки Кого-то не устраивает роудмэп Кого-то не устраивает там какие-то, может быть, какой-то баг мелкий Ребят, ну вы попробуйте такое реализовать самостоятельно Такую махину Посмотрите, как она работает Что это такое Это не какая-то там, не знаю Матрица или что-то другое Это, ребят, это полноценная криптовалютная Это криптографическая сеть Ну, невозможно все делать сразу же Пожалуйста, я обращаюсь к людям Возможно, кто-то сидит сейчас на вебинаре Кто такие комментарии пишет Но я уверен почему-то, что таких людей нету Среди нас Но все равно, ребят Наберитесь, пожалуйста, чуточку терпения Здесь для вас все делается на 100% С вас не берут никаких взносов С вас никто не берет никаких абонентских плат там за сервер Продавайте монеты, забирайте все деньги себе Никто с вас и цента не берет Все забирайте себе Но, пожалуйста, имейте немножко уважения к людям Которые, как минимум, эту технологию предоставили И которые работают для вас То есть у ребят нету сейчас там каникул, каких-то отпусков Сейчас все трудятся в поте лица То есть это как полноценная такая круглосуточная кузня Среди разработчиков есть люди Которые даже не говорят на русском языке То есть я вам просто говорю к сведению То, что это очень большая команда Которая не берет никакие с вас деньги Поэтому, пожалуйста, ребят Терпение, все обязательно будет То есть комьюнити это, скажем так Неотъемлемая часть команды разработчиков Все это делается вместе То есть все будет реализовано, ребят О, мой любимый вопрос Наконец-то на него добрался Ребят, ну получайте Вот все, кто спрашивал Я чат сейчас прокрутил Есть два человека, которые мне задавали этот вопрос в личку Вот в течение недели Хорошо, вот вы такие классные, ребята Что происходит с рублями Вообще, за которые мы покупаем Акрону Вот куда вы их деваете А вы негодяи, там себе берете все Ребята, смотрите Я вам задам встречный вопрос Что происходит с рублями За которые вы покупаете доллары Вот вдумайтесь просто Вы приходите в обменник Вы покупаете доллары Или в банк Что происходит с этими рублями Вот кому я должен задать этот вопрос Ну вот, наверное, ФРС Соединенные Штаты Америки То есть Федеральная резервная система Для тех, кто не в курсе Вот я так полагаю Я должен им этот вопрос задать Ребят, поймите одну очень важную вещь То, что доллар Это очень интересная И очень, скажем так, продуманная Финансовая модель И между Акроной и долларом В рамках нашего сравнения Нету никакой разницы В плане технической Только разница в том, что Доллар печатают бесконечно Просто без каких-либо границ Вот просто берут и валят его Этот доллар А Акрона это строго рекламентированная валюта Которая имеет эмиссию 21 миллион Которую нельзя допечатать Которую нельзя там откуда-то не возьмись Чтобы она появилась То здесь все регламентировано Строками, значениями, цифрами Если кто-то сомневается Откройте Blockchain Explorer Акрона Blockchain Explorer Вы можете найти 4 кошелька системных Вы можете проверить их Какое там количество монет Когда будет монета выложена На гитхаб Вы еще раз в этом убедитесь Что это действительно прозрачный код Если кто-то сейчас аж не верит Допустим Если с этого кошелька Какого-то системного Уйдет какая-то огромная сумма Понимаете Ребят Значит понятно Что что-то Какие-то махинации мы делаем Или разработчики Но если ничего не происходит О чем может быть вопросы Да Ольга Это очень странный и глупый вопрос Но люди понимают Его задают И теперь самый важный момент Смотрите ребят Куда деваются рубли Все-таки За которые вы покупаете Акроны Ребят Команда разработчиков Она не может работать бесплатно Это профессионалы Которые берут Очень большие деньги За свою работу Я молчу про оборудование Я молчу про сервера Я молчу про Какие-то технические Какое-то техническое обслуживание Элементарные зарплаты Элементарное оборудование Элементарное обслуживание Доменов Элементарная работа Программистов Что уж говорить Вы думаете Люди работают бесплатно То есть В Акрона Существует Одна нода Получается Одна нода Официальная Вы все это знаете И Эта нода Она добывает Монетки Так же самое Как это и вы Добываете Обычные партнеры И вот эти монеты Которые продает Эта нода Вот Куда Деваются Рубли Которые вы Отдаете За Акроны Покупая С официального Сайта То есть Люди покупают С официального Сайта Эти рубли Не идут На текущие Технические Расходы Это совершенно Нормально Никто в наше время Бесплатно Работать не будет Ну поймите Поймите Это совершенно Нормальные Естественные вещи То есть Людям нужно Кушать И кормить Свои семьи Поэтому Нода продает Так же Как и вы Но обратите внимание Нода не занижает Никакой курс Она продает Строго По курсу Который Указан Скажем так В кабинете Это нету Такого Некого Перекрывания Ваше Типа Вот нет Не покупайте У комьюнити Покупайте У нас Строго То есть Курс Он никогда Никакой курс Ниже Не падает То есть Если вы хотите Продавать монеты Дешевле Там на Ну на 100 рублей Пожалуйста Продавайте Никто вам не запрещает На В кабинете Курс он не будет Колебаться Он там единый Вот и все Поэтому Никто никому не мешает То есть Клуб продает Реализовывает Те монеты Которые добывает Вот эта официальная нода И вот Пожалуйста Откуда Все новинки Все развития Все направления Вся работа Развития Иными словами И теперь Вот Элементарно Логически Мы приходим К тому Что почему Вообще Мы ушли От биткоина Потому что Мы не хотим Ставить Скажем так Под риск Те направления Которые Сейчас Дет разработка Чтобы в один Прекрасный день Если биткоин Упадет Там не знаю С 10 тысяч До 2 тысячи Такое может быть Такое уже было Чтобы люди Не остались Просто без денег Чтобы продолжалась Та же самая работа То есть 90% Проектов Которые Привязаны Были на битке Они в 18 году Они все Просто лопнули Потому что Не выдержала Такая нагрузка Команда Поэтому У нас здесь Нет такого Никогда не будет Все как двигается Все так и будет Продвигаться Поэтому Я думаю Что я на этот вопрос В принципе Ответил Последний Ребят Вопрос Касательно Листинга На бирже Листинг на бирже Это очень круто Это очень классно Это дает Возможность монете Приобрести Совершенно новую Целевую аудиторию Просто инвесторов Просто людей Которые увидели Ее допустим Там на coinmarketcap Это очень классная процедура Это последовательный процесс Сначала Платформа должна выйти Из бета-теста Далее Платформа Выкладывается Код монеты Выкладывается на гитхаб Собираются Определенные материалы То есть Листинг Это один из процессов К нему нужно прийти И мы обязательно К нему придем Но Ребят Запомните Одну вещь Не так Сладит Сладок Листинг Как многие Себе Вообразили Что если Монета Залистина На биржу То все Это очень круто Ребят Есть монеты Которые Вы не представляете Насколько там Крутые Разработки Реально Сумасшедшие Технологии Там Технологии Электрокаров Там Технологии Которые Топливные Оборудования Всякие Там Я даже Не хочу Перечислять Там Сумасшедшие Технологии Которые Подкреплены Этой Монетой И вот Эти монеты Когда вышли На биржу Их просто Задавили Потому что Большей Скажем так Части людей Которые Торгуют На бирже Им Фиолетово Что там За технология Вот Грубо говоря Есть монетка Так Так Она новенькая Начинают собираться Очень крупные Группы людей У которых Большие объемы Этих монет Они начинают Ее Пампить Дампить И начинают Ее раскачивать Чтобы на ней Заработать Им не важно Что там Может быть Там Не знаю Бесконечный Двигатель Люди Изобрели Вот они Собирают Скажем так Деньги На его Реализацию Им Фиолетово Люди Хотят Заработать Денег Быстро И поэтому Когда Многие Монеты Неоправданно Быстро Листятся Чаще всего Часто Очень часто Курс Роняют С ума Сойти Как То есть Монета Просто падает В десятки раз В цене Поэтому Для того Чтобы этого Не было Процесс Должен быть Последовательным Когда у монеты Появляется Своя аудитория Своя комьюнити Не просто Там 5-6 Человек А когда Достаточно Много людей Монеты знают И используют Вот Листинг на бирже Тогда Делается Более Планомерно И более Безопасно То есть Иными словами Нужно До листинга Сделать Еще Кучу Работы Чтобы Монетка Могла Спокойно Жить На бирже И чтобы Мы не боялись Что кто-то Сейчас придет И ее там Уронит Грубо говоря Вот Пожалуйста Вот Скажем так Послушайте Меня внимательно Никто Не будет Спешить Мы В любом Случа На бирже Будем Ребят Но Не нужно Этого Просить Там Завтра Послезавтра Поверьте Мне Биржа Это Не показатель Ликвидности Монеты То есть Есть Монеты Которых На бирже Нету Тем не менее Эти монеты Никто Им не запрещает Скажем так Продавать В рамках Комьюнити Вести Какую-то Торговлю И зарабатывать Очень Хорошие Деньги И на этих Монетах Есть На этих Монетах Очень Большой Спрос Для тех Кто Не в курсе Чем Я говорю Сейчас Это Очень Классный Просто Сумыш Пошел На западе Появляются Монеты Которых Очень Сильно Любят Это Поэтому И никто Там Не говорит А почему Там Монеты На бирже Нету Тебе Надо Продать Допустим Там 200 Монет Ты Открываешь Чат Пишешь Продам И тебя Покупают Ее У акроны Еще Проще Будет Обменник Чтобы Вы могли Это Делать Гораздо Быстрее Поэтому Я еще Раз Повторю Листинком Будет Ребят Но Надо До Листинга Сделывать Очень Важные Моменты Чтобы Себя Защитить От Этой Биржи Как Бы Это Парадоксально Не Звучало Поэтому Я думаю Что Вы Меня Услышали Да Ребят Ну В принципе Все Что Я Хотел Вам Сегодня Сказать Я Вам Сказал Давайте Так Если У вас Какие Вопросы Есть Не Технические Не Как Работает Не знаю Там Пятая Строка Блокчейн Или Не знаю Что Кто Кто Задает Обычно Пожалуйста Задавайте Вопросы Любые Попросеть Я Вам Отвечу На них С Огромным Удовольствием Может быть Чем Смогут Полезнее Так Начинаем С самого Верху Я Быстенько Пробегусь По Вопросам И В принципе Мы Попрощаемся Так Добрый вечер Анатолий Виталий Приветствую Вас Могут ли Разработчики В партнерском Сервисе Для Обмена Монет Предусмотреть Наличие Нижней Стенки Чтобы Исключить Массовый Слив Монеты По Низким Ценам Установить Виталий Я Воспомнил Вопрос Ваш Наверное Вопрос Следует Задать Ребятам Кто Разрабатывает Этот Партнерский Сервис Я Думаю Что Такая Конечно Возможность Будет Я Если Честно Даже Что То Слышал Что Такое По Мону Будет Я Честно Не Хочу Выдумывать Ничего Я Просто Не Хочу Отвечать То Чего Ну В чем Я Не Уверен Но Давайте Мы Потерпим Еще Недельку Вот И Я Думаю Что Мы Получим Ответы На Все Эти Вопросы Ну То Люди Прекрасно Понимают Что Возможно Многие Будут Скидывать То Чем Я Говорил За Копейки Пожалуй Я Думаю Что Будут Какие Ограничители Я Так Подозреваю Давайте Дождемся Буквально Неделю И Мы В принципе Все Сами Узнаем Потому Что Я Пока То Не Могу Точно Сказать Так Александр Цаплин Александр Здравствуйте Анатолий Подскажите В кабинете Как То Этот Бонус Будет Отображен В Истории Допустим Да Александр Вам Будет Вам Просто Будет Начисление Так Оксана Алтанец Оксана Здравствуйте Здравствуйте Подскажите Пожалуйста Где Можно Увидеть Бонусные Начисления В 0 1 Крону За каждое Выполнено Задание В майнинге Они Нигде Не Отображаются Оксана Смотрите Вознаграждение Бонус Я так понимаю Вы про баунти Говорите Баунти Вознаграждение Они Начисляются Не каждый День А Раз Несколько Раз В месяц По-моему Два Раза В месяц Память Не Изменяет То Грубо говоря Вы сделали К примеру 10 заданий Вот сегодня Вы их отправили Менеджеру Баунти Он их зафиксировал Поставил галочку Да Все Оксана Выполнила И вас Внес В список На вознаграждение И когда В следующий раз Будет начисляться Вознаграждение Вы получите Те монеты На которые Вы выполнили Задание Вот и все То есть Это не каждый день Это два раза В месяц Поэтому Вы спокойно Выполняете Набиваете Себе монетами На Вот За счет Этого Баунти И два раза В месяц Вам просто Будут эти монеты Отгружать Все очень просто Так BigSup Рулит Поддерживаю Все рулят А крону тоже Так Елена Попова Оксана А Я так понимаю Что Да-да-да-да Извините Так Исходный код Это очень круто Да Согласен Это очень круто Это показатели Отношения Разработчиков К самому продукту И это Открытая Скажем так Попытка Выйти на Партнерские Разработки С другими Командами Так После выхода Виктор Приветствую После выхода На криптобирже Есть риск Что монету Задавят киты И она Обесценится Еще вопрос Каким образом Будет Создаваться Спрос на покупку Монеты После старта Обменника Виктор Готовится Целый комплекс Мероприятий То есть Никто не оставляет Комьюнити В одиночестве То есть Я уже говорил И про Ту же самую Разработку Нашего крупного проекта Вот То есть Там будет Целый Целый пакет Мероприятий Это будут Очень крупные Пер Компании То есть Это будут Очень крупные Статьи На Очень известных Сервисах На Обзорщиках Криптовалютных То есть В многих Изданиях То есть Это будут Очень крутые Компании Очень глобальные Поэтому Мы приложим Все усилия Еще раз Повторю Ребят Создание Спроса Это Фундаментальное И вот Задача Номер один Просто Вот Жирным Номер один Для всех нас Поэтому Мы Будем Всегда Стремиться Чтобы Создать Монете Как можно Больше Спроса Чтобы Вы могли Комфортно Работать Чтобы Вы могли Комфортно Скидывать Любые Объемы Монет И Получать За это Те деньги Которые Вы Посчитаете Нужным Вот И все То есть Спрос Это Номер один Задача То есть Будут Очень Крупные Мероприятия Сразу Подтянется Хорошая Комьюнити Новая Да Сатоси Акронота Классный Ник У вас Ну Я С вами Полностью Согласен Сейчас На самом деле Будет Кристаллизироваться Комьюнити Потому что Многих У многих Людей У которых Неправильное Понимание Монеты Эти Ну Люди Сейчас Просто Сбросят Свои монеты И уйдут Путешествовать По хайпам Дальше Как я это Называю Вот Сейчас Мы будем Кристаллизировать Серьезных Людей Которые Ориентированы На результат И Возможно Будут Создаваться Какие-то Вспомогательные Чаты Для этих Людей Чтобы Эти люди Могли Иметь Коммуникацию Даже С разработчиками С инженерами Чтобы Люди Не писали Там В какую-то Техподдержку Чтобы В чате Просто Написали Чтобы Людям Отвечали Но Мы Не будем Создавать Такие Ресурсы В текущем Состоянии Чата Ребят Ну Конечно Извините Нас Где Люди Не понимают Где Они Находятся И Когда 200 раз Одно и то Ж Для Кого Ребят Это Объяснять Чат Должен Быть Кристаллизованный Где Скажем Так Люди Которые Понимают Что Они Делают И Где Не Находятся С Такими Людьми Всегда Будет Очень Тесное Сотрудничество Очень Тесное Мы В принципе Всегда Идем Навстречу Комьюнити Ну Как Вы Видите Уже Неоднократно То Что Всегда Делается Все Для Вас Кому Что Люди Пишут Насчет Эксплора Ребят Добавьте Добавьте Пожалуйста Там Запятые Значения Немножко Неудобно Пожалуйста Сделали Сразу Все Все Делается Вот Час Насколько Я знаю Может Быть Или С этим Релизом Или Со Следующим В Эксплоре Также Появится Еще Дата То Транзакции Время Транзакции Дата Транзакции То Тоже Пожалуйста Люди Попросили Сделали Сделаем Майя Почему Отошли От биткоина Мы Выходили Через Биткоин Сейчас Биткоин Растет А крона Нет Майя Вопросом Встречный А если Биткоин Начал бы Падать Как Себе Чувствовали Люди Которые Входили В Проекты В Конце 17 Года На Грубо Говоря 20 Тысяч За Один Биток И Потом Они Получили Биток За 3000 Вы Мы Как Бо Со Своей Колокольни Я Вас Понимаю Прекрасно Но Поймите Правиль Я Вам Еще Раз Объяснил Очень Много Делается Новинок Сейчас Очень Много Направлений Которые Собирают Которые Предусматривают Очень Большие Инвестиции Никто Не Хочет Рисковать Вот Просто Представьте Готовится Проект То Глобальный Биткоин Начинает Падать Зарплаты Надо Платить Людям Разработчикам Программистам За оборудование За обслуживание Но Если Грубо говоря Инвестиции Упадут В 10 Раз Ну Сами Поймите То Это Абсолютно Нормальные Риски Которые Мы Себя Скажем Так Предостерегли Потому Что В планах Очень Большие Очень Серьезные Проекты То Мы Не Хотим Просто Рисковать Вот И Все И Скажем Так Об Отвязке Биткоинах Мы Говорили Уже Неоднократно До Этого Так Анатолий Переходная Кнопочка Из Кошелька Аон На Сервис Обменника Будет Александр Спасибо За Вопрос С удовольствием На него Отвечу Нет Не Будет Все Будет Работать Очень Просто Вы В Обменнике Когда Создаете Заявку И Хотите Ее Допустим Отправить Акрону Другому Человеку Вот Как Вы Пользуетесь Обычным Обменником Bestchange.ru Любой Мониторинг Обменников Вы В Обменнике Хотите Продать К примеру 0.1 Биткоина Грубо говоря Вы Создаете Заявку Грубо говоря Вам Обменник Генерирует Адрес Уважаемый Александр Отправьте Сюда Эту Сумму И нажмите Я Платил Вы Просто Отправляете Обменнику Эти Деньги И Нажимаете Я Так же Само И тут Вы Просто Генерируете Совершаете Транзакцию Простите На Адрес Обменника И Просто Отправляете Ему Свои Монеты Вот И Все Когда Транзакция Совершена Вы Получаете Фиат Другой Чек Покупает Ваши Акроны Вот И Все Если Сделка По Каким Причинам Не Прошла Кто-то Передумал Или Нажал Отмена Вы Просто Получайте На Адрес Обратно Акроны Единственный Минус В том Когда Вы Отправляете Обменнику Акроны В этот Момент Они Не Майнятся Потому Что Они Не Находятся В Только При Продаже Не Просто Так Загнать Чтобы Они Там Были Зачем Если Они Майнятся У Вас Так Раньше Монеты Стоили 10 Долларов Сейчас 6 Что-то Вы Путаете Видимо Егор Так Александр Цаплина Анатолия Уточнение По Первому Вопросу Бонус Аир Дроп 5% Где Его Увидеть Александр Он Начислен На Ваш Кошелек Вы Можете Свой Адрес Кошелька Вбить В Эксплорере И Вы Увидите Даже В Эксплоре Эту Транзакцию Как Вам Ее Начислили Последний 5% Оксана Есть Либо Такая Возможность Перединить Презентацию На Час Позже Ну Оксана Я Наверное Думаю Что Возможность Конечно Есть Но Вопрос В том Как Люди Будут Приходить Конечно Видите Мы Ставим Акцент На То Что Люди В записи Будут Смотреть Поэтому Ну Давайте Подумаем Конечно Можно Проголосовать Кому Какое Время Удобно Давайте Так И Сделаем Создадим Опрос В Группе И Пусть Люди Проголосуют В 18.00 Так Ну Ребят В принципе Вопросы Ваши Закончились Я думаю Что Мы Можем Ставить Точку Ребят Еще раз Я был Рад Вас Всех Сегодня Видеть Вам Желаю Просто Огромного Заряда Энергии Отдыхайте Загорайте Ездите На Шашлыки Немножко Отвлекайтесь От Акроны От Всех Проектов И Просто Не Забывайте Что Сейчас Лето Нужно Отдыхать Нужно Наслаждаться Отдыхом Поэтому Ребят Всем Хорошего Отдыха Еще раз Рад был Всех Вас Видеть Всем Всего Доброго Продуктивной Недели Вебинар Будет Запись Обязательно Будет Во всех Официальных Источниках Пока Пока